ФОПам добавят отчетности и расходы вырастят от 1000 до 2000 долларов в месяц. С вами Тарас Юрист на моем канале. Если хотите знать об этом все, тогда не переключайтесь. Друзья, здесь стоит начать с того, с самого главного. С того, чего нету у 99% ФОПов. Это с первичной документации. И именно с этого начинается наша история. Но прежде чем прийти к моему повествованию, дорогие друзья, хочу пригласить вас ко мне на мой телеграм-канал. На моем телеграм-канале я делюсь всеми моими видеороликами, а также там много другой полезной информации. Той информацией, которая не входит в мои основные выпуски на ютубе. Ссылочка на телеграм будет в описании. Переходите и подписывайтесь. Буду рад вас там видеть. Уже в ближайшее время в Украине может вступить в действие новый порядок учета остатков. То есть, друзья, давайте поговорим простым языком. Не будем привязываться ко всякой этой галиматье, которая пишет в законах, которые я даже иногда не понимаю на самом деле. Вот, к примеру, у вас есть там какой-то магазин. Оффлайн, онлайн, неважно. И, естественно, у вас есть товар. Товара, естественно, скорее всего много, потому что торговать только лишь карандашом серым одного вида, я думаю, не очень как-то выгодно. Не так уж сильно и покупают. И ассортимент. Достаточно большой ассортимент товара. И представляете, друзья, в чем суть? Что они хотят сделать? То, что если... Мало того, что всегда, я уже говорил и говорю, должна быть первичная документация, так называемая, так и еще вы должны будете вести учет остатков. То есть, учет того товара, который у вас остался. К примеру, если у вас, допустим, вот такая ситуация, несколько торговых точек. И, допустим, вы с одной на другую там передаете товар. Это все надо записывать. То есть, каждый день вы должны будете вести полностью, сколько товара продано, сколько товара списано, может, там что-то он где-то не соответствовал. Вернули, оставили, продали. А вы представляете, если это какой-то, ну даже маломальский небольшой магазин, где есть какой-то ассортимент, что для этого как минимум необходимо будет нанимать, скажем так, специально обученного человека, кто будет заниматься этим всем учетом. Что куда передали, что продали, что осталось, что закупили. Ну, я думаю, что предприниматели меня поймут, что, наверное, все-таки эта упрощенная система была создана немножко для другого. Для того, чтобы люди, те люди, которые зарабатывают денежные средства на каком-то там, скажем так, простейшем уровне, продают что-то, может, услуги какие-то оказывают, чтобы их вот не душить, не мучить и не заставлять, скажем так, заниматься тем, чем занимаются крупные торговые сети, ритейлеры и так далее. Что еще хочется упомянуть? Вот, допустим, ранее, к примеру, такая ситуация. Налоговая приходит и делает проверку. И находит, допустим, какое-то там количество товара у вас есть, остатки товара. Ну, допустим, там 10 единиц, 100, 10 тысяч, неважно. И на этот товар нет документов. То есть, ну, документов нет и все. Ну, то, что я говорил в самом начале этого видеоролика, что ситуация для нашей страны, ну, легче легкого. И, соответственно, если происходила налоговая проверка, то налоговики могли выписать штраф в двукратном размере от стоимости данного товара. То есть, нет документов на товар, товар есть. И, как говорится, уже в дальнейшем там это шли в суд, нам что-то отсуживал, кто-то нет, было по-разному. Ну, в общем, скажем так, в большинстве, ну, не знаю, наверное, суд становился все-таки на сторону тех же ФОПов. Такая вот ситуация. А налоговики, ну, я думаю, вы понимаете, что там ответственности за неправильные штрафы, неправильные решения никто не нес, не несет и нести, в принципе, не будет. То есть, они там что-то выписали, написали, им начальник сказал исполнить какой-то план, набрать там каких-то штрафов, как ты пошел на проверку и никого не оштрафовал на миллион. Взяли, оштрафовали, а дальше уже там все равно. Вы берите, вы там пишите, допустим, жалобы, обжалуйте вышестоящую налоговую, либо сразу подавайте в суд, как вам нравится. Для того, чтобы это изменение вступило в силу, осталось всего несколько маленьких шагов сделать. Приказ необходимо будет подписать в Минфине и зарегистрировать в Министерстве юстиции. И после этого, скажем так, налоговикам налоговые развяжут руки и они смогут требовать, наконец-то, не только те там какие-то маленькие админштрафы за нарушения, а уже, скажем так, требовать полностью вот это все проверять, шурудить, сравнивать, смотреть, есть ли у вас договора, есть ли у вас приходная документация на весь ваш товар. То есть, необходимо будет завести себе какую-то книгу, тетрадку, я не знаю, как ее назвать, и записывать туда перемещение товара, допустим, с одной торговой точки на другую торговую точку. Все это полностью отслеживать, складывать эту всю первичную документацию, допустим, это могут быть чеки, накладные, договора, акты выполненных работ, ну, все, что, скажем так, связано с вашей деятельностью. Я понимаю, что у нас, конечно, глобальная проблема связана с тем, что товар попадает в Украину, попадает, естественно, он контрабандой, то есть, без всяких дел. И, естественно, эти контрабандисты не могут дать первичную документацию тем же мелким физическим лицам-предпринимателям, чтобы они могли иметь себе хотя бы эти документы и как-то себе подстраховать в случае той же проверки. Да, эта ситуация глобальна, и она такая есть. То есть, грубо говоря, сначала зарабатываются деньги два раза. Первый раз деньги берутся с контрабандистов, второй раз деньги берутся с ФОПов, если находят у них какие-то недочеты. А недочеты на самом деле найти очень легко, потому что первичной документации ни у кого нет, товар закупается где-то там на седьмом километре на каких-то складах и разлетается по всей Украине. Думаю, вы тут понимаете. Друзья, я думаю, вы поняли, к чему это все идет. К тому, чтобы накинуть тем людям, которые работают, удавку какую-то на шею, либо чтобы они отсюда куда-то уехали, либо, как говорится, я всегда это говорил и буду говорить, торговые сети, АТБ, очень много там вакантных мест, можно пойти трудоустроиться. Но это, скажем так, немного черный юмор. Что я хочу заметить, дорогие друзья, я уже честно записывал буквально недавно видеоролик, и он во многом был посвящен Николаю Тищенко, Коляну, называйте его как угодно, я думаю, знаете такого замечательного персонажа веселого. И он, и там еще ряд товарищей подали законопроект очень интересный. В чем он заключает? В том, что хотят полностью эту фискализацию бизнеса, то, что связано с регистраторами расчетных операций, с кассами, откатить назад. Есть такой действительно законопроект, и он подван. Тот видеоролик, к сожалению, не набрал очень много просмотров, поэтому ссылочку я оставлю в описании. Перейдите, пожалуйста, и посмотрите, чтобы вы были в курсе, что вообще происходит, как хотят полностью переменить вот эту систему единого налога, внести действительно значительные, скажем так, изменения, и даже для тех видов деятельности, как то ювелирка, медицина, медицинские препараты, откатить вот эту, получается, реформу, связанную с применением регистратора в расчетных операций. Вот такая вот ситуация с этим вопросом. Так что, кто видео не смотрел, еще раз ссылку в описании, переходите, посмотрите, там реально очень все интересно, они хотят все поменять. Мне, честно сказать, писали в комментариях, что этот закон писали, там, save for движение, кто-то из физических лиц предпринимателей, а Тищенко просто доверили его подать. Я не знаю, так это или нет, но ситуация такая есть, какая она есть на сегодняшний день, дорогие друзья. И, естественно, в конце видеоролика прорекламирую свою скромную персону. Кому нужны мои платные консультации, мессенджеры все в описании, переходите, связывайтесь со мной, с радостью помогу, чем смогу. На этом, я думаю, видеоролик закончим. Поставьте лайк, если он вам понравился, палец вверх, кому как больше нравится. И давайте уже подпишемся на мой канал, уже очень хочется собрать полмиллиона, буду вам за это очень благодарен. До новых встреч, дорогие друзья, всего вам самого наилучшего, пока-пока-пока.